Этот курс, он посвящен Упасани, это садхана ритуального почитания божественного через святых, линию передачи богов, учителей, коренного куру, иштадеваты. Но кроме того, что мы вот так обозначаем эту садхану, мы прекрасно понимаем, что в нашей традиции Упасана является теоргической садханой, то есть практикой призывания божественной милости, что является очень важным фактором на духовном пути. И второй момент, который хочется постоянно отмечать, что Упасана даваемая в нашей традиции, это принцип созерцания, принцип вхождения в естественное состояние ума. То есть не надо его рассматривать только как тантрический метод, в котором мы призываем какие-то божественные энергии для улучшения своей судьбы, своей жизни, своей духовной практики и так далее. Именно здесь мы также тренируемся в методах джиньяна йоги. Поэтому Упасана, передаваемая в нашей традиции, она в себя включает не только знакомство с различными ритуалами, которые присутствуют в ведической традиции, но также мы глубоко изучаем более глубокие уровни применения Упасаны, где присутствует поле нашего сознания и развитие нашей энергии. И в связи с этим мы с вами уже говорили о том, что Упасана, здесь очень важно рассмотреть четыре стадии развития в Упасане. Эти стадии соответствуют шваидской традиции, вернее, в ней говорится, а в любой традиции они присутствуют. И шваидская традиция нам говорит, что развитие происходит от Чарья пады, крия пады, затем к йога пады и чняна пады. Это пути развития и углубления практики. Такие стадии. И вот каковы эти стадии в Упасане? Итак, на уровне Чарья тантры мы, Чарья пады, мы с вами просто учимся ритуалу. То есть мы знакомимся, как его делать, какие мантры читать, какие тексты, переводы этих текстов, каков смысл действий, которые мы совершаем. То есть в Чарья паде мы знакомимся с вами со всем, что относится к внешнему. То есть когда мы знакомимся, что такое алтарь, да, как его устроить, в какой стороне света его поставить, как его ориентировать у себя в жизненном пространстве, каких божеств установить на алтаре, как его оформить. И это все относится к Чарья паде. Это такое благочестивое поведение. То есть через Чарья паду в ритуале мы учимся благочестивому поведению. Происходит первоначальный этап нашего очищения. Далее, когда мы углубляемся, и, наконец, мы начинаем понимать, что важно в ритуале также иметь определенное состояние внутреннее, мироощущение. То есть нам говорят, ритуал ведь это поклонение Богу. Здесь ты должен почитать Бога. Ну как мы можем почитать Бога, если у нас нет к нему какого-то чувства? Если вот мы изучили все тексты, мантры, как это все делать, но мы все это делаем без возникновения в нас какого-то внутреннего мироощущения. И вот Чарья пада, она нас подготавливает к тому, чтобы у нас возникло такое мироощущение. И мы переходим на стадию Крия пады, когда мы начинаем больше акцент делать и понимание, что внешний ритуал, да, это хорошо знать, как его выполнять, но главное, в каком умонастроении, в каком состоянии чувств ты находишься, когда выполняешь ритуал. И здесь бхакти-йога важна, то есть здесь развивается уже преданность у нас, любовь к Богу, и наши действия в ритуале, они тем самым выражают это чувство нашей любви, почитание к Богу, выражается через любовь и преданность. И здесь также мы начинаем делать уже визуализацию, потому что мы понимаем, что любовь и преданность в относительном измерении бытия мы можем к чему-то проявленному ощущать, к непроявленному вызвать чувство какое-либо, но нам нужен объект медитации, поэтому для нас божество, абсолют, брахман должен предстать в какой-то форме. И вот мы начинаем визуализировать цветоносную форму божества, нам рассказывают, что божество – это идеальная форма в бытие, то есть вот это мы все являемся упадки брахмана, сосудами брахмана, да, то есть мы все формы брахмана, абсолюта, но есть формы совершенные, а есть формы несовершенные. И вот божества, святые – это совершенные формы абсолюта, как совершенные проявления его сознания, так и совершенные формы проявления его энергии. И мы так начинаем на них медитировать, то есть мы сонастраиваемся с ними. И вот здесь у нас идет криопада, развиваются чувства, мы начинаем визуализировать, больше настраиваться на тонкую форму божества, понимая, что божества, они не проявлены в грубо-материальных мирах, конечно, их монассы, аватары могут присутствовать в этом измерении, но основная их форма проявления, она присутствует в тонких мирах, в верхних астральных мирах, мирах форм, в каузальных мирах, мирах без форм. Поэтому, если мы хотим с ними воссоединиться, создать с ними связь, мы делаем визуализацию соответствующих форм, в которых они пребывают в более высоких измерениях. И при этом нам говорят, что ту форму, которую передает мастер, это не единственная форма, которую может принимать божество. Божество, оно не ограничено формами, реализованные существа святые также не ограничены формами, они могут принимать какие угодно формы. Однако, чтобы мы могли установить контакт, они принимают форму человекоподобную, потому что мы в мире людей. Ну, я так предполагаю, что если с Упасаной знакомятся какие-то другие существа в других мирах, и вот им тоже объясняют, как выполнять актуальную садху, напочитание, поклонение, то там божества предстают в тех формах, которые соответствуют этим существам. И мы увидим там совершенно другие формы божеств. И вот это нам помогает понимать, что божества, они мультителесные, то есть они могут принимать какое угодно количество тел, каких угодно форм, ради блага живых существ, чтобы они имели возможность с ними устанавливать связь. И вот у нас идет углубление в Упасане уже на уровне Криопаты. Мы все больше и больше знакомимся с миром, божественным миром, духовным миром, как он функционирует, какие живые существа его населяют, как они проявляются, каковы их функции во Вселенной и так далее. Здесь мы более глубоко изучаем тексты, то есть мы же пропиваем какие-то тексты во время Упасаны. А что там, о чем там говорится в этих текстах? Нам же не только предлагается просто восхваление божества, там идет описание формы божества, описание его божественных лил в различных мирах. И мы знакомимся более глубоко уже с этими текстами. И далее мы переходим к йога-паде. Это еще более глубокая стадия в Упасане. Здесь мы начинаем от внешнего алтаря двигаться к внутреннему алтарю. Мы с вами разбиврали вопрос, внешний алтарь, он всегда, работа с ним, должна происходить в развитии нашего внутреннего алтаря, что это взаимосвязанные алтари. То есть внешний алтарь – это такой магический инструмент, который мы используем для того, чтобы активизировать и внутренний алтарь раскрыть. Мы сами являемся вселенной, божественной вселенной манифестации божеств. В наших каналах, в нашем тонком теле присутствуют божества. Вернее, их эманации, их какие-то части присутствуют внутри нас. И они тоже манифестируют эти части. Мы их актуализируем за счет упасаны. И вот эта актуализация, то есть пространство, в котором они начинают себя проявлять, это и есть наш внутренний алтарь. Конечно, это не тумбочки, не полочки, не картинки с изображением божеств. Этот внутренний алтарь – это пространство нашего чистого сознания, в котором может эманировать чистая энергия бытия. Она проявляется как божества. И вот здесь начинается йога пада. То есть мы начинаем все больше и больше понимать, что внутренний алтарь куда важнее, чем внешний алтарь. Нам нужно развивать от внешнего алтаря, двигаться к внутреннему. Если на уровне чария пада и крия пада мы с вами заботимся о внешнем алтаре, обустраиваем его, очень красивым его делаем, потому что нам нужно впитать определенные мира ощущения, нам нужно очиститься. Алтарь должен быть таким, чтобы он очищал нас, чтобы мы к нему подходя чувствовали процесс очищения, возвышения своего сознания. То когда открывается внутренний алтарь, то вы можете алтарь создать везде. Допустим, вы в каком-то длительном ретрите, или вы в паломничестве, где-то в природе. Вы из всего можете создать алтарь. Пень может стать для вас подставкой. Божество у вас может быть внутреннее. Вы можете провизуализировать цветы, собрать на поляне и поднести божеству. Камень может стать шиволингамом. То есть для вас уже не важен внешний алтарь, для вас важен внутренний. Но я хочу отметить, что когда открывается внутренний алтарь, то уважение к внешней форме проявления энергии в этом мироздании становится еще более тщательным, еще более щепетильным, еще более утонченным. То есть наоборот, от того, что мы раскрываем внутренний алтарь, наш внешний алтарь, ну если мы его создаем теперь как пространство духовной практики, он становится тоже утонченным, изящным. Раньше нам не хватало вот этого внутреннего чувствования, обожествения формы, обожествления формы, понимание, что каждая форма, она несет определенную энергию. Ну то есть если вы заходите на кухню, и у вас много посуды разной, тарелки, чашки, сковородки, кастрюли, то все это вызывает определенные мироощущения приготовления еды. Но теперь, когда эстетика ваша повышается за счет работы в опасании, то вы начинаете украшать свою кухню, да, вы приносите предметы интерьера, то есть вы не просто приходите, чтобы приготовить себе пищу для того, чтобы дать телу питание, чтобы поддерживать его. Для вас теперь процесс пищи, ее потребление является не просто процессом поддержания тела, а становится таким эстетическим процессом, в котором вы получаете тонкое удовольствие. И чтобы это удовольствие раскрылось максимально, вы можете поставить на стол свечи во время приема просада, да, вы можете цветы поставить в небольшие стаканчики, вы можете салфетками красивыми украсить стол, вы можете сам интерьер кухни начать менять. Почему вы это делаете? Потому что вы хотите сонастроить свое внутреннее пространство. И с другой стороны, уже ваше внутреннее пространство, открываясь, требует своей формы проявлений и во внешнем пространстве. Это естественно происходит. Поэтому люди, достаточно очищенные, духовные, наполненные сотвичными энергиями, они всегда вокруг себя создают очень прекрасное, сотвичное, умиротворенное, утонченное пространство. И мы к этому движемся, к пониманию того, что когда мы совершенствуемся на духовном пути, мы также с вами и внешнее пространство преобразуем в эту красоту. Что не может быть так, чтобы вы духовно развивались, а вовне у вас дисгармония. Вовне вы ведете себя так, как обыватель, как потребитель по отношению к миру. Вы не меняетесь в отношении к этому миру. Такого не может быть. Если вы истинно движетесь к Богу, то ваша внешняя форма проявления также обожествляется. Вы хотите больше и больше этому миру нести красоту, нести гармонию, нести любовь, нести сострадание, одухотворять его. Потому что это становится просто вашей потребностью, вашим смыслом, вашей целью жизни. Поэтому в йога-паде происходит такой процесс уже интеграции. Ваш внутренний алтарь открывается, вы начинаете больше и больше получать наставлений и осмысливать глубинные наставления, которые гуру дает по упасаме. И это начинает также преобразовывать ваше внешнее пространство. Здесь вы знакомитесь с йогой иллюзорного тела. То есть упасам становится методом развития своего иллюзорного тела. Настоящим упадхи-брахманом, через который вы сможете проявлять энергию Абсолюта наичистейшим образом и сознание проявлять Абсолюту. То есть вы создаете идеальную форму, подобную святым и божествам. Милость через вас начинает нисходить, потому что ваша форма позволяет этой милости проявляться во внешнее пространство. И далее также вы знакомитесь с штадеватой йогой. Вы начинаете понимать, как в истинном смысле почитать Бога. Вы начинаете входить в тхиану на различные формы божеств. Вы начинаете соединяться с сознанием божества. Начинается процесс объединения, понимания, в чем единство с божеством, а в чем различие, а где в энергии я совершенствуюсь, а где в сознании мне не надо совершенствоваться, а надо просто распахнуть свой разум и объединиться с сознанием божества. То есть глубинные наставления на йога-паде начинают пониматься вами, и ценность у пасаны начинает, ну, просто привлекать вас и обретать глубину, то есть ритуал становится для вас тхяной, медитацией на божество, и чем еще для нас ритуал, ну, как бы уникален, это медитация в действии, то есть если мы с вами в джьяна-йоге, да, сидим, и наша медитация, главное развитие нашего сознания, и мы как бы максимально убираем движение энергии, то есть мы садимся, три неподвижности стараемся развивать медитацию, да, и максимально сконцентрироваться на пустотных объектах медитации, тем самым раскрывая различные уровни своего сознания, то здесь в пасане вся ваша энергия может использоваться для того, чтобы двигаться к самым глубинным уровням своего осознавания, и это прекрасно, потому что, ну, мы не можем все время сидеть и только медитировать, ну, вот, если мы попробуем 10 часов в день медитировать, то мы встретимся с огромными проблемами, которые не будут позволять нам вот так практиковать однонаправленно 10 часов удерживать объект медитации, особенно если это тонкие объекты, как бесконечное пространство сознания, как пустота, как различные уровни света, это настолько тонкие объекты, что удержать фокус своего внимания нам очень сложно, а тем более сложно, когда это много часов требуется от нас, здесь же у нас мы работаем с формой, мы работаем с энергией, мы сами действуем во время ритуала, мы поем баджаны, мы поем мантры, мы поем стотры гибны восхваления, мы делаем какие-то действия магические на алтаре, мы взаимодействуем с реальностью через эти магические действия, мы чувствуем саму реальность, как манифестацию глобальных энергий, которыми и предстают божества на алтаре, и здесь у нас процесс созерцания развивается в действии, что нам помогает затем, когда мы с вами пойдем и начнем заниматься обычными делами, идем на работу, идем на кухню готовим, уборкой дома занимаемся, строим что-то, ну просто жизнеобеспечение нашего пространства осуществляем, то вдруг мы обращаем внимание на то, что так, а чем это отличается от ритуала, ведь это такое же священное действие по отношению к Богу, которое я осуществляю, потому что в процессе йога пада мы начинаем зарождать внутри себя божественное, оно актуализируется, мы начинаем понимать, что все, что я совершаю, я совершаю ради Бога внутри меня, я перестала это совершать ради тела, ради чувств, ради личности, потому что сама упаса на нас ведет мягко, направляя к самоотдаче, к преданности, к любви, к выражению любви к Богу, естественно, мы идем уже на кухню и готовим просад в любви к Богу, а не в любви к своим привычкам, вкусам, или еще чему-то. Таким образом, мы начинаем углублять упасану и видеть, что упасана дает нам возможность совершенно по-другому проживать свою жизнь, свою обычную жизнь. Жизнь становится магическим ритуалом, магическим танцем с Богом дживы души, и это все раскрывает красоту упасаны. Вот я все время хочу на этом курсе подчеркнуть, насколько эта красота в упасане присутствует, насколько это действительно уникальный метод, он ничем не хуже методов джиньяна йоги. Как только ученики почувствуют глубину упасаны, они будут делать ритуал ежедневно, это не будет обязанностью, которую я необходимо сделать, потому что мне надо обучаться, получать ступени, получать зачетки и так далее. Я буду это делать просто потому, что таково веление внутреннее моей души. И далее еще процесс углубляется и просто переходит в сакральную сторону бытия, когда на уровне чня напады мы вдруг обнаруживаем единство с Богом. И здесь упасана приобретает самую глубину, то есть упасана становится непрерывным пребыванием в сахаджье, в естественном состоянии ума, из которого мудры, гимны, стотры, пения баджинов, песни преданности изливаются бесконечным потоком. И вот здесь именно мы наконец-то обнаруживаем, что в какой бескрадичной любви пребывали святые, когда они нам давали эти мантры, когда они давали нам эти песни преданности, когда они нам передавали образ божества, поклонение божеству. Они пребывали вот в этом единстве с Богом, вот этом очаровании самой красотой божественной реальности. И упасана становится глубочайшей садханой, которая раскрывает наитончайшие уровни нашего сознания. И так как это упасана, это всё-таки работа и с энергией, то она и раскрывает бесконечные возможности наитончайших уровней энергии, которые мы можем проявлять сначала в самом ритуале, а затем переносить в свою жизнь. Это то, что я хочу очень, чтобы закрепилось в вашем сознании, и чтобы вы полюбили упасана, чтобы вы прочувствовали её глубину, её сакральность. То есть.